Привет, зритель! Я тут как бы давно не делала обзоров, что я купила. Ибо я как-то много ничего не покупала. Тут я пошла за мандаринами и внезапно решила купить еще всякого другого фруктового. Думаю, почему бы не сделать фруктовый салат. Так вот, я сейчас тебе на руке покажу, что я тут купила. Потом поставлю камеру на штатив и запишу, как я это готовлю. А потом схомячиваю. Я давно не делала лет 70, не больше фруктовый салат. У меня было яблоко. А вообще у меня такая проблема, у меня на одной руке. Видимо, все-таки это не от Маринги. Ой, блин, зритель, ты когда-нибудь куда поехала? Камера, иди сюда. Я даже не глянула, на чем она сфокусировала. Она жрал Марингу, кушал, потреблял. Я читала в отзывах, что она, блин, бодрит. Я ее из-за этого и купила. Что она укрепляет кости и все такое. Вот у меня на одной руке ногти еще более-менее. А вот на той, которой я держу камеру. Сейчас вот хотела погулять, так у меня облазмился ноготь. Я решила, что надо быстрее перейти домой. Ну, еще у меня мешок с фруктами такими всякими. Ну, я, короче, думаю, потом вечерком прогуляюсь, потому что, скорее всего, лавочки там, качельки, точнее, заняты, потому что солнышко, то-се. В общем, у меня за день уже второй ноготь обламывается. Так, причем капитально. Я думала, из-за того, что я забывала тут семена чиа есть. Ну, думаю, раньше же у меня как бы с 26 лет ногти-то растут. Сейчас чихну. Ой, только бы не чихнуть. Простите. Еще раз, простите. Надо сказать, будь здорова, Лёля. А я скажу спасибо. А вы мне сказали, пожалуйста. Так вот, ну, как бы после ветренки, 26 лет у меня стали расти ногти. А с 6 лет до 26 лет они как бы не росли. А до 6 лет они росли. Так вот, думаю, как-то у меня все-таки они росли. И семена чиа-то я не сразу узнала про них. Не знаю, может, последние лет 5 я их емаю. Сколько надо вообще по этому, по вайберису глянуть. Может, последние года 3 я их ем, эти семена чиа. Так вот, когда я не ем семена чиа, у меня долго не ем. У меня копытца начинает ломаться. Я тут снова стала добавлять усиленно то в суп, то в кефир семена чиа. А потом думаю, блин, я же ем маринку. У меня же должны хорошо ногти расти. Все такое крепкими быть, т.д. и т.п. Я думаю, что это нужно для кожи, волос, ногтей, костей. Вообще такое бодрящее. И толку от них вообще нет никакого, от этой маринки в капсулах. Я еще не писала отзыв. На этот, а мне еще там бумажка такая пришла, она ее, наверное, уже потеряла. Где написано, мы вам дадим 50 рублей, если вы дадите хороший отзыв, если вам понравился продукт. Я думаю, 3 звезды максимум это гауно заслуживает. Ну, короче, в общем, я давно слышала про эту марингу, но не думала, что это бесполезная фигня. Так вот, я решила, что раз у меня тут ногти ломаются, надо пилить домой, фруктов много и т.д. И сейчас подумала, записать ли мне процесс поедания салатов. Потом думаю, а может записать, как я его готовлю? А потом думаю, а может записать, что я тут купила? Так вот, я сейчас камеру переведу, вспомнить бы, как это делается. Вот так это делается. На сюда. И смотри, здесь, у меня тут немножечко виноградику. Я думала, у меня все выйдет, рублей на 700, думаю, блин, тысяча всего осталось до конца месяца. Ну, в смысле, не конца месяца, а до 12 апреля у меня осталось всего 2 200 рупий. До 1200. Я думала, что у меня останется где-то, ну, 1600, думаю, блин, как жить-то дальше. Буду очень супер, супер сильно экономить. Ну и, короче говоря, все у меня вместе вышло на 293 рубля 43 копейки. Вот. Оно у меня даже квадратиком сфокусировалось. Я сейчас вспомнила, что я никак не досмотрю те уроки. Я даже первый урок еще не досмотрела, что-то все как-то не до того было. Вот здесь у меня с финиковым сиропом молотые, ну, короче, как бы халва из семян тыквы с финиковым сиропом. Ну, это просто вот оно в кадр. Яблоко, я как-то его купила, ну, может, дней 5 назад, но крепкое. Потом подумала, его можно порезать в салатик. Вообще, у меня в морозилке есть немножко груши, которые я как-то купила. Она была такая крепкая и порезала в морозилку, суну, думаю, какой-нибудь смузи сделал. Тут у меня козий творожок, который я вчера приобрела. Ну, в смысле это, тетя Люся приезжала из Выдрая на механку, шастала пешкодралом, то есть все, короче, я ей деньги на мне молочеку. У меня даже есть свежевзбитая козья маслица, распилиная на несколько частей. Вся эта мне вышла за 550. 150 рублей 400 грамм маслица сливочного, ну, там 200 рублей за килограмм творога. И по 100 рублей полторашки молока. Это вот, ну, как бы тебе. Так вот, виноградик. Я надеюсь, что он вкусный, ну, или хотя бы в салате его сожру. 229 рублей 90 копеек за килограмм. 214 грамм. И 49 рублей 20 копеек у меня вышел. Вот виноградик. Сейчас даже его попробую все-таки. Хороший виноградик. Было бы денег побольше, купила бы побольше. Хотя это небольшая витка. Ну, и она как бы там, по большей части лежал уже такой виноградик, наладан дышал. Ну, ладно, наладан у меня аллергия на аромат. Поэтому, просто скажем, отдавал богам душу. У меня тут вообще 4 банана, один на сушилке. Я даже впервые в жизни помыла банан. Шкурки мандариновые. У меня вчера был мандаринчик. Я его слопала, пока монтаж делала. В общем, у меня тут 3 банана. А вообще их на самом деле 4. Зрители, если у тебя никогда не было посуды в раковине, то... Ну, теперь ты ее увидел. Вот она у меня вчера вымылась, а потом снова накопилась. Короче, вот тут на сушилке бананчик. В общем, 4 бананчика у меня. 6 мандаринчиков. Лимончик. Апельсинчик. Что-то он такой интересный был. Вот, а. Какой-то вот тут на свет. Какой-то он такой интересный был с полосой. Я решила, что надо мне апельсинчик. А потом уже как-то оно все пошло. Он тут наклеечки наклеила. Обновила эту самую морду лица. Две груши и два киви. Одно киви было мягкое. Короче, другое я просто подумала, что может взять. Может мне на себя направить камеру обратно. Я тут уже все показала. В общем, вот. Сейчас я тебя зачитаю. Я тут мокрой рукой взяла чек. Так, почем у нас тут груша? Уильямс. 189 рублей 99 копеек. Короче, 190 рублей без копейки. 216 грамм. 41 рубль 4 копейки. Бананы. 120 рублей без копейки. Что-то снова дорогущие стали. 722 грамма. 86 рублей 63 копейки. Что у нас тут дальше? А, это киви. Киви стоят столько же, сколько бананы. 120 рублей без копейки. Вышла на 140 грамм. 16 рублей 80 копеек. Апельсины. 110 рублей без копейки. Ну, ты понимаешь, да? 109,99. Это 110 без копейки. Так. Один апельсин вышел на 212 грамм. На 23 рубля 32 копейки. Мандарины. 114 рублей без копейки. Это за килограмм. Вышло у меня на 584 грамма. 6 мандаринов. 66 рублей 57 копеек. Лимоны. 105 рублей без копейки. Один лимон вышел на 94 грамма. 9 рублей 87 копеек. И того все вместе. 293 рубля 43 копейки. Обалдеть. Я думала, выйдет намного больше. Причем я как-то месяц назад пыталась купить все лимон. Еще в феврале. Дошла до кассы. Ну, у меня там из корзиночки все вроде как пробили. И, а потом смотрю на чеке, лимона нет. И в корзиночке-то как-то тоже лимона нет. И я потом уже вышла из магнита, когда поняла, что лимона нет. Думала, почему же лимона-то нет? Я же его как бы брала специально, чтобы пробили на кассе. Что я хотела себе купить лимон. Возвращаться я не стала. Думаю, ладно, когда-нибудь потом куплю лимон. В общем, не знаю, что такое получилось. Почему мне лимон не пробили. И тут я купила лимон. В честь того, что думаю, ну, может я как-нибудь черный чай с лимоном сделаю. И вон там клюква есть. Я что-то делала такое. А, какой-то у меня был, короче, красная смородина из морозилки. Размороженная. И черника. И делала черничный компот. И что-то он какой-то, в общем, ну... Что-то мне в нем не хватало. Я думаю, может сахара положить, может еще что-то. Мне что-то я посоветовала лимон купить. Я думаю, блин, а у меня же есть эта красная смородина. Я туда фигахнула. А потом вспомнила, у меня же есть клюква. С прошлого года надо ее измельчить. Может, что-то с ней сделать. Ну, короче, вот. Я купила лимончик. Думаю, ну, кто купил чай, наверное, не очень хорошо. А в черный чай. А лимончик как раз самое то. В общем, вот. Я, наверное, сейчас пока... Не знаю. Может мне это отдельными роликами сделать? А то давно ведь отдельный ролик про обзор закупки еды я не писала. Короче, зритель, привет, если я забыла тебе сказать привет. А то вот был обзор покупок еды фруктовой. Довольно, оказывается, бюджетной. Всего лишь практически на почти 300 рублей. Волосы у меня не первой свежести. Но я тут для себя открыла, как наконец-то нормально пользоваться тем овсяным спреем для волос. Ну, этот несмываемый уход лосьон-бальзам. Надо не 2-3 пшика, а все-таки побольше. Я просто до конца прочитала мелким шрифтом инструкцию на нем. И у меня волосы на второй день такие навально-пышные выходят. Короче, хорошие такие свежие чистые волосы на второй день выходят. Но на третье они так вот уже ближе к вечеру, ближе к концу дня. Они такие пышные, уже больше к прилизанным. Сейчас у нас... Сейчас я даже узнаю, сколько у нас. Сколько у нас время? 33 минуты. Ну, у меня на 3 минуты вперед телефон. Короче, сейчас полчетвертого. Твои волосы у меня уже как бы, ну, не очень такие, чтобы свежие. Ну, вот я... Это третий день бытия. Вот если куда-то идти, там, можно... Ну, можно было бы, наверное, допустим, их завить. Но у меня сейчас как-то не с руки. Я хотела клин доделать, потом в ванной вечером полежать. Все-таки может дойти до этих качелек прогуляться. Короче, много чего хотела. Блин, кошка сейчас... Там солнышко светит на балкон, и она через... Светы видно, как она на окно заплела. Думали, откуда у меня рыжая кошка? Ты на нее так солнышко падает. Короче, в общем, вот у меня обзор жиротвы. Давно не снимала, каюсь. Но я как-то закупок не делала. Если ты Монбанк смотришь, что вот в прошлом Монбанке, которая недавно доступ к нему открыла, полный на канале. Сегодня как раз я говорю, что я давно не делала закупок. А тут вот у меня как-то случились вот эти фрукты. Сейчас, наверное, буду ваять салатик. Спасибо тебе за просмотр. Если решишь поддержать канал, вот здесь вот будет облако. Если хочешь АСМР, не знаешь, и хочешь при этом тоже поддержать канал, вот здесь будет другое облако, типа подпишись на Бусти. Ну, если что-то еще хочешь, ссылка в инфобоксе на все это. Пока!